Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы начинаем новый цикл бесед по книге «Исход». Основная мысль книги – Бог являет себя не как далекая от человека космическая сила, но как личность, действующая в истории. Избавитель от рабства, требующий от своих избранников верности себе и нравственной чистоты. Если в книге «Бытия» рассказывается о создании семейства Иакова, то в книге «Исход» рассказывается о рождении самой еврейской нации. Книга «Освобождение», которая рассказывает о верующих людях, которые оказались в очень экстремальных условиях, и как Господь проявил свою заботу о них. Книга начинается словами «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, отцом их. Вошли каждый со всем домом своим – Рувим, Симеон, Левий и Юда, Исахарь, Забулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир». На самом деле эти имена даются в книге «Бытия», 35 глава, 23 по 26 стих. И возникает вопрос, почему эти имена повторяются здесь. Тем более, что начало книги «Исход» – это фраза «Вот имена». Сама эта фраза указывает на то, что эта книга продолжает книгу «Бытия». Мысль такая. Какими они были в святой земле, такими они остаются при их переселении в Египет. То есть они не теряют своих имен, они не теряют своего лица, они остаются такими же религиозными людьми. Всех же душ, происшедших от чисел Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте. Если мы посмотрим еврейскую Масору, там стоит число не 75, а 70. И последуя еврейской Масоре, протестантские издания Библии дают число 70, но не 75. А в то же время в славянской Библии, в греческой Библии мы видим число 75. Это число подтверждается и Новым Заветом. Давайте откроем книгу «Деяний святых апостолов». Это 7 глава, 14 стих. «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое душ 75». Это речь архидиакона Стефана. Мы видим, что архидиакон Стефан называет число не 70, а именно 75. И церковная традиция, и вульгаты блаженного Иеронима, и септуагинты устанавливают число 75, как и славянская Библия. И это подтверждается Новым Заветом. Но самое интересное заключается в том, что когда обнаружили кумранские списки книг «Исход» и других книг Библии, то там обнаружили как раз число 75. Таким образом, славянский, греческий текст, я имею в виду церковную, версию греческого текста, и вульгаты блаженного Иеронима, более точно передают библейскую истину, чем масоретский еврейский текст и последующий ему протестантский текст в разных его изводах. Всех же душ, происшедших от чесел Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы, расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. В конструкции самого еврейского текста об этом говорится так, как будто бы они воскишили. Их стало сразу столько много, как будто они, воскишив, наполнили эту землю. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Ну, трудно себе представить царя, фараона Египта, который бы не знал Иосифа, который спас весь Египет от голода. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что этот новый царь делал вид, что он не знает Иосифа. Потому что благодарность язычников, она очень коротка. И они стараются забывать то, что не хотят помнить. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, то есть как бы не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его». Вот эта фраза «перехитрим же его» не очень понятна, о ком это. первая мысль, что это о народе. Но на самом деле это самостоятельная фраза, и она может означать «перехитрим же его», то есть «бога этого народа». А в чем заключается хитрость? Египетские мудрецы свидетельствуют предания, они стали думать, как погубить еврейский народ. И они понимали, что если они совершат какое-то преступление, то они будут наказаны соответственно своему греху. И тогда эти мудрецы вспомнили, что Бог сказал, что никогда не будет потопа на земле, какой потоп был во дни Ноя. И тогда они приняли решение топить еврейских младенцев. То есть как бы перехитрить Бога Авраама, Исаака и Акова, они решили топить еврейских младенцев, мальчиков, оставлять живых только девочек, понимая, что Бог не сможет как бы навести потоп на их землю, потому что Бог в еврейских писаниях сказал, что такого потопа, как во дни Ноя, уже не будет. Такой характер этих слов. Перехитрим же его, то есть творца, а чтобы он, здесь уже речь идет о народе, не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. Конечно, логика как бы покинула этих рабовладельцев, потому что любой рабовладелец заинтересован в том, чтобы у него было бы как можно больше рабов. Но они здесь думают о чем-то совсем другом. Для них главное, чтобы продолжать осуществлять контроль над этими людьми. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Вот здесь немножко удивляет то, что о еврейском народе говорится «он, он, он», то есть единственное число. О чем это свидетельствует? О единодушии еврейского народа. Гонения и страдания их сплотили и сделали как бы одним человеком. Вот почему Господь посылает гонения на нас и в теперешнее время, чтобы мы сплотились и были как один человек. И он, то есть еврейский народ, построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. И он, это название города, иначе Иолеополь. Но чем более изнуряли его, опять единственное число, не их, а его, тем более он, то есть народ умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой, от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. Существует такое древнее предание о том, что когда начинался весь этот долгострой, построение этих разных городов, то сначала на эту стройку вышли все египтяне, включая даже фараона. Он взял лопату, так торжественно стал замешивать глину для изготовления кирпичей. И все вместе трудились, и у всех был энтузиазм. На другой день фараон уже не появился, ну, все понимали, что у него много обязанностей, но трудились египтяне и евреи. А на следующий день пришли только евреи, а египтяне не пришли. И происходит закабаление еврейского народа в египетское рабство. Все эти стройки, перестройки, надстройки, которые иногда организуют мирские люди, люди этого мира, они имеют целью как бы всех затащить в некий огромный котлован и заставить в непосильном труде всех забыть о Боге. И мы помним первые пятилетки, которые были в нашей стране в советский период. Был, конечно же, огромный энтузиазм, но все это делалось с одной целью отвлечь людей от рассуждения о самих себе. И все это являлось в той или иной степени вызовом религии. Например, была среди этих пятилеток одна даже так называемая безбожная пятилетка. «И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой и от всякой работы, которые принуждали их жестокостью». То есть жизнь верующих людей стала горькой. Именно поэтому было принято решение, что когда они будут совершать Пасху, праздник освобождения, они будут есть горькие травы, чтобы вспоминать, какой тяжелой для них и горькой была жизнь под игом безбожников. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». А кто такие Шифра и Фуа? Есть объяснение, что это были две египтянки, которые были повивальными бабками евреянок, то есть они обслуживали еврейское население. Но есть другое объяснение, что Шифра и Фуа – это никто иные, как мать Моисея и его сестра. А их имена означают те действия, которые они совершали. Так, например, имя Фуа означает то, что эта сестра Моисея, она все время успокаивала младенцев, и она гугукала таким образом. Фуа, Фуа, как обычно взрослые играют с детьми, успокаивая их. И вот этим повивальным бабкам евреянок дается повеление, что они должны умершлять каждого мальчика и оставлять в живых только девочек, чтобы потом со временем эти девочки выходили бы замуж за египтян и произошла бы полная ассимиляция еврейского народа. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых». Кстати, слово «бабка» в данном контексте не означает пошилую женщину, а означает именно опытную женщину. Здесь, возможно, речь идет о неком эфемизме, то есть повивальные бабки это мудрые женщины, которые умели принимать роды. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». «За сие Бог дал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». Вот мы видим, что в гонениях народ Божий усиливается и умножается, то есть его становится значительно больше. И напротив, когда гонения прекращаются, в дни благоденствия народ расслабляется и сокращается. Дома молитв начинают пустеть. Поэтому Господь посылает нам неприятности, чтобы мобилизовать наши силы и обеспечить для нас единство в гонениях, о чем мы уже говорили выше. И так как повивальные бабки боялись и Бога, то он устроял домы их, то значит, устроял домы их, то есть они смогли устроить благополучие своей семейной жизни. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку. Вот это то, что они исхитрили против Господа, то есть решили топить еврейских детей в водах Нила, понимая, что Бог не может наслать новый потоп, потому что он сказал, что это больше не произойдет, так как это происходило во дни Ноя. В результате они обманули самих себя, потому что они, когда погонятся за еврейским народом, они войдут в середину моря, которое раступится перед еврейским народом, а когда евреи пройдут через это море, море обрушится на египтян в своем месте, это не потоп, а море вернется в свое место. Господь действительно наказывает людей и их грехами, и их преступлениями. Египтяне это знали. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Считается, что новый царь, который восстал в Египте, это Рамзес II, это 1290-й, 1224-е годы до нашей эры. В начале 13-го века до нашей эры он перенес свою резиденцию в дельту и назвал ее Пер-Рамсес, то есть дом Рамсеса. Другим важным центром стал Пифом, это указание имело значение для датировки исхода еврейского народа. Вот это свидетельство, что удалось узнать, какой это был фараон. На самом деле спор об именах разных фараонов, он продолжается до сих пор. Но смотрите, имена двух акушерок Шифра и Фуа мы знаем через тысячелетия и тысячелетия. И миллионы и миллионы верующих людей в каждом поколении знают эти имена двух повивальных бабок, которые отказывались, скажем так, на современном языке совершать грех абортации, аборт. А имена этих фараонов в разных династиях мало кто знает. А если кто-то и знает, то немножко неопределенно мы путаемся в этих именах, потому что их было много и не все имена сохранились. Таким образом мы видим, что как в начале этой главы перечисляются имена колен еврейского народа и даются имена двух этих женщин, Господь не забывает тех, которые верно и преданно служат ему. Сказано, что Господь каждой звезде на небе дает имя, тем более Он знает имя каждого из нас верующего во имя Его. Итак, мы оканчиваем изучение первой главы книги Исход. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать вторую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых главах. Исход